Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рад сегодняшней встрече, и сегодня речь пойдет о мужском здоровье. Сегодня мы поговорим о том, как сохранять здоровье, о том, как укреплять здоровье, и, что очень важно, как помогать восстанавливаться в случае, если человек получил какие-то, сложились какие-то проблемы, и у мужчины появились проблемы со здоровьем. Сегодня вы услышите именно мое видение тех вопросов, сложных вопросов, мое видение как практикующего врача, врача-эндокринолога, нутрициолога, диетолога и человека с большим опытом работы с продукцией компании ArtLife. Сегодня мы получим, я постараюсь дать много информации именно о мужском здоровье. То, что очень часто у мужчин остается вне поля зрения. Но сразу хочу напомнить, освежить в памяти, кто-то это знает, кто-то может быть нет, о достаточно сложной нашей системе внутренних органов. И одна из систем, она называется эндокринная система, система гормонального обмена в нашем организме. Основной центральной железо-эндокринной системе, системы, мы считаем гипофиз, потому что он играет ключевую роль и находится он в середине головного мозга. Это небольшой орган, но гормонально активный и он контролирует работу всех других эндокринных желез. Это щитовидная железа, которая находится у основания шеи и кто-то его знает, этот орган, когда появляется проблема узлы в щитовидной железе или воспаление щитовидной железы. Также в той же области, где находится щитовидная железа, находятся и пара щитовидной железы, которые играют также уникальную роль в нашем организме в обмене веществ. За грудиной у человека с самого рождения находится вилочковая железа, которая получила название тимус. И очень плохо будет, если у взрослого человека тимус начнет увеличиваться, тогда может появиться опухоль средостения тимома. И это тоже имеет свою определенную клиническую картину. Ниже этажом находятся надпочечники треугольной формы, это парный орган, органы эндокринной системы. Он отвечает за ответную реакцию на стресс человека, синтез гормонов адреналин, норадреналин и других гормонов. И каждая железа, внутренняя секреция, она имеет очень важное значение. Многим известна поджелудочная железа, и ее относят к органам пищеварения. Но и также это нужно рассматривать как орган эндокринной системы, который отвечает за синтез важного гормона, который называется инсулин. И мы знаем такое заболевание, как сахарный диабет, и очень часто это связано с синтезом инсулина. Хватает его, не хватает, и проявляется тоже своя определенная клиническая картина. Если брать зону паховую, то у мужчин и у женщин находится парный орган, орган половой сферы. У женщин это и яичники, и другие женские органы. У мужчин это яички, которые мы называем тестикулы. И очень важно, конечно, понимать значимость питания, начиная с самого раннего возраста, питание и наши вкусовые привычки, то, что постоянно, каждый день влияет на наш организм, на наше здоровье. И питание современного человека, оно, конечно, имеет большие проблемы. Поэтому мы говорим о ценности полноценного сбалансированного питания. В двух словах я должен сказать о том, что питание нам дает энергию, как всем хорошо известно. Питание нам нужно как строительный материал для 60 триллионов клеток, из которых состоит наше тело, наши клетки, наши органы, наш мозг. И тут очень важно понимать, что каждый день человек обновляется постоянно, этот процесс идет постоянно, и обновление организма идет на 1 килограмм живого веса человека. Ну и нетрудно посчитать, если в году у нас 365 дней, на сколько килограмм обновится в течение года наш организм. И на постройку новых молодых клеток обязательно нужны, конечно же, нутриенты. И ученые подсчитали, что ежедневно для нормального обмена веществ внутри каждой клеточки человек из суточного рациона должен получать не менее 700-800 различных эссенциальных веществ, которых в организме, которые не синтезируются, и которых нам всегда-всегда не хватает. Если мы посмотрим на пищевую пирамиду, которая разработана диетологами, учеными, врачами, и здесь мы можем увидеть рекомендации по тем продуктам, набору продуктов, которые должны входить в суточный рацион, и которые должны поступать ежедневно, но, опять же, в определенных количествах и в определенном соотношении. Очень важный вопрос, конечно же, питания. Мечта каждого мужчины – это активная, полноценная жизнь до глубокой старости. Но плохая экология, многочисленные стрессы или реакция на эти многочисленные стрессы, она индивидуальна, различные вредные привычки, неправильное питание вносят в свои коррективы. Экологические факторы также неблагоприятно оказывают влияние на здоровье. Продолжительность жизни среднестатистического мужчины в нашей стране значительно короче, чем у женщины. Да и само качество жизни с каждым годом становится все проблематичней. Вопросов со здоровьем, конечно, прибавляется все больше и больше. Основная причина такой ситуации кроется не только во внешних факторах. Один из основных факторов – это пренебрежение своим здоровьем, отсутствие элементарных знаний о типичных мужских проблемах у человека. К самым распространенным мужским заболеваниям относятся простатит, уритрит, аденомопростаты, нарушение спермограммы, эректильная дисфункция, мочекаменная болезнь, пилонефрит и другие. Некоторые заболевания имеют тяжелые последствия и могут повести к мужскому бесплодию, к импотенции, а могут даже представлять угрозу для жизни. И об этом каждый мужчина должен знать. Анатомическое строение нашего организма у мужчины своеобразное и очень сильно отличается от строения женских органов. И у мужчины надо понимать, что предстательная железа, которую мы не случайно называем второе сердце мужчины, находится под мочевым пузырем. И вот дезурические явления у многих людей, мужчины, я имею в виду старшего возраста, очень часто связаны, бывает, с размерами или опухолями, или отеками предстательной железы. Урологи очень часто приводят, когда шутят, они приводят такой пример высказывания очень известного китайского мудреца, который спросили ученики, а в каком органе у человека находится душа. И он, не задумываясь, сразу сказал, под мочевым пузырем. Это вызвало удивление учеников, которые спросили, прости, учитель, но как же так? У нас есть голова, мозг, у нас есть сердце, есть другие органы, и душа может находиться в любом другом органе. На что мудрец сказал, ну, пожалуйста, вы полдня не сходите в туалет помочиться, а потом сходите помочиться, и сразу поймете, на душе легче станет. Ну, это шутка, но в ней есть очень большой смысл. Я советую каждому мужчине, и напоминаю очень часто, и в своих научных статьях, и в книжках, если кому-то попадалась моя книжка по мужскому здоровью, здесь подробно изложены основные информации, основные советы каждому мужчине, начиная и родителям, причем обратите внимание, детей, у которых мальчики в семье, что нужно, на какие важные моменты следует обращать внимание. Семь золотых правил для поддержания мужского здоровья. Первое. Исключить вредные продукты, снижающие выработку тестостерона. Это основной мужской гормон, который формирует тело мужчины. Этот гормон отвечает за сексуальность, за сексуальное поведение. Этот гормон отвечает за качество спермы, спермограммы и выработки половых клеток, которые постоянно обновляются в организме у мужчины. И тестостерон – это основной мужской гормон, который в течение всей жизни вырабатывается, если он вырабатывается в достаточном количестве, регулирует даже поведенческие какие-то характеристики самого мужчины, каждого мужчины практически. Кофеин, который содержится в крепком чае, кофе, снижает выработку тестостерона. Будьте с этим внимательны и осторожны. Фастфуды – это быстрая еда, еда на ходу, перекусы на улице, слишком жирная, слишком соленая, пережаренная, копченая пища. Все это значительно снижает потенцию и понижает уровень выработки тестостерона в организме мужчины. Я советую ограничивать или исключить алкоголь и курение. Употребление табака способствует развитию рака мочевого пузыря. Употребление алкоголя снимает сексуальную потенцию, нарушает контроль за функции мужских органов – мочевого пузыря, почек, мочеточников, полового члена и т.д. Я советую заниматься физическими упражнениями, которые создают нормальный кровоток, и чтобы нормально работали все тазовые органы, надо тренировать ягодичные мышцы, мышцы промежности, необходимые регулярные занятия на тренажерах, в спортзале, в бассейне. Еще одно правило – это пить достаточное количество жидкости. Наш организм, я хочу напомнить, это проточная система. С одной стороны мы вливаем, с другой стороны может выливаться. И если вы много потеете, особенно в летнее время, надо употреблять жидкости больше, чем в зимнее время. И если в зимнее время человеку может быть достаточно полтора-два литра жидкости в общем подчете за сутки, то в летнее время это два-два с половиной-три литра. И это очень важно. Это для того, чтобы нормально функционировали все внутренние органы, чтобы было достаточное количество объема циркулирующей крови, лимфы, наших жидкостей биологических, которые есть в нашем организме. Затем достаточное количество жидкости – это помогает нормально функционировать почкам. И мочеспускательный канал, мочевой пузырь – они тоже все это находятся во взаимосвязи с водой и с жидкостями, которые поступают в организм. Причем лучше всего предпочтение отдавать чистой питьевой или отфильтрованной водой без газа. Еще одно золотое правило – это полноценное питание, о котором я начал говорить в самом начале нашего разговора. Наша пища дает нам энергию, пища нам дает строительный материал для обновления клеток, пища нам дает все необходимые нутриенты, даже которые нужны, может быть, в очень небольшом, малом количестве, но для того, чтобы полноценно шел обмен веществ на уровне клеточного обмена. Очень важное правило, которое каждый человек должен понимать – это полноценный сон. Не менее 6, 7, 8 часов в сутки. И сон, как известный с очень древних времен и во многих трактатах по восточной медицине, многие врачи отмечают, что сон – это самое лучшее лекарство от всех болезней. Полноценный, достаточный сон. Если даже прерывистый, то все равно нужно тогда находить возможность днем, час-полтора отдохнуть, чтобы восстановить свой полноценный объем сна. Необходимо контролировать вес. Лишний вес способствует развитию многих заболеваний, в том числе и онкологических заболеваний. И неизбышленный вес тела снижает потенцию, снижает либидо, снижает и очень сильно блокирует выработку тестостерона, основного гормона, мужского гормона. Очень хорошо помогает в регуляции нашего организма, поддержке организма, о чем мы сейчас поговорим. Это поддержание витаминно-минерального баланса с помощью витаминно-минеральных комплексов компании ArtLife. Об этом сейчас будет основной наш разговор. И в совету вопрос, когда нужно заботиться о здоровье. Начинать заботиться о здоровье нужно еще с момента, когда мама вынашивает беременность. И здесь многое зависит от того, как мама во время беременности питалась, какие стрессы она переживала. И женщина должна избегать влияния вредных факторов, различных вредных факторов, которые, естественно, в жизни каждого человека бывают, случаются. И такими факторами могут быть, это, опять же, нерациональное питание, это инфекционные различные заболевания, это воздействие ионизирующей радиации, это работа с компьютерами. И некоторые люди увлекаются таким видом, что работают с компьютером по 8, 10, 12 часов без перерыва. Поэтому эти факторы, они, конечно же, могут повлиять на закладку внутренних органов у плода. И когда малыш уже появился на свет, важно показать мальчика детскому хирургу в течение первого года жизни. Это очень важно, потому что многие проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем мужчины, можно выявить еще во младенчестве. На таких вот небольших профилактических осмотрах, которые в то время, когда еще нет какого-то заболевания, и когда еще ребенка ничего не беспокоит. Первичный осмотр хирурга позволяет выявить паховую грыжу, водянку мошонки, водянку яичника, крипторхизм, когда одно или два яичка не спустились в мошонку, и иногда это требует хирургической коррекции. Я специально подчеркиваю 7 золотых правил для родителей, у которых дети мальчики. Чистота – это залог здоровья. Необходимо приучать ребенка с самого рождения к нормальной гигиене половых органов, которое может давать и чувство дискомфорта, и воспаление. Все это может уходить, если вы каждый день регулярно подмываете маленького мальчика небольшим необходимым количеством воды. С раннего возраста надо приучать мальчика к тому, что водные процедуры являются обязательными. И ежедневными. И не ограничатся только частотой зубов, скажем, или умывания лица. В возрасте 2-3 лет ребенок уже может принимать самостоятельно душ. И с 3-х летнего возраста ребенка нужно учить самостоятельно, правильно мыть свои половые органы. Следующее – не допускать перегревания половых желез. Вот в этом плане у нас существует очень большая проблема. Я это хочу обозначить очень серьезно, потому что нельзя для мальчиков пользоваться подгузниками или памперсами в течение 24 часов в сутки. Молодые родители очень часто, это удобность, то, что придумали памперсы, они одевают памперсы и периодически их меняют, но длительное ношение подгузников или памперсов способствует перегреву половых желез, что оказывает неблагоприятное воздействие на развитие эпителия, которое в будущем будет вырабатывать половые клетки, сперматозоиды. Если пользоваться подгузниками в меру и своевременно их менять, то это, конечно, не навредит, скажем, когда вы куда-то долго поехали в транспорте или гуляете на улице, хотя в ночное время, но когда есть возможность, необходимо от этого отказываться, остальное время малыш может обходиться без всяких памперсов и подгузников. К перегреванию может приводить тесное белье, плотно облегающие тазовые области у мальчика. Длительные горячие ванны также способствуют перегреванию половых желез. Правильное питание. Мальчикам необходимо витаминизированное белковое питание. Надо с самого раннего возраста приучать, когда только начинает водиться до корм, это с 6, 8, 9 месяцев от даже на грудном вскармливании, если ребенок находится, то необходимо включать мясо, рыбу, каши, крупы практически все, можно крупяные, овощные супы, кисломолочные, сыр, творог, зелень, ягоды, фрукты, овощи, орехи, семечки. Необходима профилактика любых травм промежности. Здесь имеет значение заниматься на каких-то тренажерах или играть в футбол с самого раннего детства. И если мальчик получит травму промежности, это чревато для здоровья ребенка, ушибы яичек. Яичек – это очень нежный орган, который может сильно и быстро пострадать. Если травмы избежать не удалось, если есть болевой синдром, то или яичко увеличилось в размерах, опухает, есть гематома, синяк, лучше посетить врача детского уролога или хотя бы хирурга. Не пренебрегайте этим правилам. Достаточно физической нагрузки. Ребенок уже с самого раннего возраста может посещать бассейн, бассейн, какие-то упражнения лечебной физкультуры, лыжные, пешие прогулки, утренняя зарядка, занятия в секциях спортивных. Но вот такие виды спорта связаны с поднятием тяжести, например, штанга, гиревой спорт. Употребление, когда уже в подростковом возрасте, анаболических стероидов, которые могут наращивать мышечную массу, как правило, в будущем приводит к бесплодию, потому что у этих детей начинает снижаться выработка тестостерона. И, в общем-то, это шревато очень многими последствиями. Максимально ограничивать те игры ребенка с электронными гаджетами, особенно когда эти электронные предметы располагаются у детей на коленках. Это будет негативное воздействие именно на промежность и на половые органы. Необходимы водные закаливающие процедуры уже с самого раннего детства. Но всем известно, что при обливании холодной водой кровообращение, периферическое кровообращение, оно усиливается, и кровоток активизируется. И во все органы начинает поступать большое количество кислорода, полезных питательных веществ. Проводить первые процедуры водного закаливания необходимо постепенно. Для детей нельзя делать такой резкий контраст. Начать можно с обтирания влажными полотенцами. Такой способ он щадящий и терпимый. Важно проводить процедуру закаливания именно постепенно, но систематично. Очень хорошо себя показала оздоровительная программа для мальчиков младшего возраста до 7 лет, после 7 лет, до 12 лет, чтобы не было как профилактика задержки физического и полового развития. Из нашей продукции можно посоветовать ацеевит, одна капсулка утром, кальцемакс, дисковарь отличник, лецитин, большой ассортимент киселей, какао, батончики, конфеты с витаминами, кальцемилк, пробиомилк, пантагемка, коктейли взрослейка, пенотель, провитель, наши прекрасные соки с отварами трав, это взвары, кошачий коготок, эхинол, абитель. мальчики старше 7-летнего возраста, они, как правило, в год, два, три таких вот курса было бы очень важно в этом возрасте именно поддержка, подпитка нашей прекрасной, чудесной продукции. Вторым этапом, который может длиться в течение двух месяцев, можно посоветовать этим детям продолжать принимать отцеевит, кальцемакс, но курсами холигон один месяц, фитосорбовит можно один месяц и обязательно наше функциональное питание кисели, какао, конфеты, батончики, и вы увидите, как на глазах эти дети будут меньше болеть, простудами, заболеваниями, будет достаточно иммунитет, и эти дети будут хорошо расти, пребывать каждый год согласно физиологических параметров и скорости роста, состояния здоровья у этих детей будет стабильное. Очень важное питание в подростковом периоде, и здесь очень важно, чтобы питание было витаминизированное, белковое, богато белками, достаточное количество жиров и углеводов, и вот здесь нужно детей им помогать формировать вкусовые привычки для того, чтобы в подростковом возрасте дети не увлекались печеньями, шоколадками, конфетами, что очень часто бывает гамбургерами, пищей фастфудами, перекусы на бегу, вот это важно именно для подростков. Чтобы не было профилактика, чтобы проводить профилактику надежную, профилактику задержки полового развития у подростков с 12 до 16 летнего возраста, а это именно пубертатный период, то здесь очень важно именно упор делать и соблюдать некоторые правила. Упор делать нужно в питании, опять же, питание должно быть богатой клетчаткой, крупы, все крупные овощные супы, обязательно кисломолочные продукты, йогурты, творог, сыр, особенно твердые сыры, они больше содержат полезных веществ, особенно кальция, который нужен как строительный материал для роста ребенка, потому что в это время вытягиваются кости, и дети это чувствуют. Мясо, рыба, имейте в виду, что в этом периоде, в этом возрасте категорически нежелательно никаких видов псевдолечебного голодания, или здесь мы не приветствуем, когда дети в угоду родителям, или прочитав что-то, начинают придерживаться идей вегетарианства, или какого-то однобокого такого питания. Питание должно быть разнообразным. Семечки, орехи, фихуа, морепродукты здесь особенно нужны ребенку именно в подростковом периоде. Обращаю внимание на полноценный сон, профилактика любых травм промежности, периодический осмотр хотя бы в два года раз уролога для исключения варикоцели, это, к сожалению, бичи современных подростков и молодых людей. Увеличить необходимые в этом возрасте физические нагрузки, бассейн, пешие лыжные прогулки, занятия в спортивных секциях очень полезно, закаливающие водные процедуры, отказ от вредных привычек курения, алкоголь. И хорошо работает оздоровительная программа для подростков в целях профилактики задержки полового развития. Я рекомендую два раза в год проводить два этапа оздоровительной программы с нашей продукцией. Это лецитин, дискавери отличник, гринстар, кольцемакс, взвары, кисели, коктейли, которые укрепляют мышцы. Для подростков очень нужен лецитин, дискавери отличник, периодическими курсами фетисербовит, артемизин и также обращать внимание на функциональное питание у подростков. Настоящим прорывом в продукции компании ArtLife для мужчин является уникальный продукт, это разработка наших ученых, наших разработчиков, это DIM Просто Программ. Это уникальный шибат силы, энергии для новых достижений каждого мужчины. Он практически нужен при любых проблемах со здоровьем, как вы сейчас увидите, потому что я буду сейчас рассказывать о проблемах мужского организма, который появляется с возрастом. Самое важное, что у этого комплекса масса преимуществ по сравнению с любыми другими продукциями, которая производится разными производителями для мужского здоровья. Во-первых, это комплексный подход к мужскому здоровью и позволяет продлить сексуальные функции на долгие-долгие годы, даже в самом старшем возрасте. Это сбалансированный состав, который затрагивает все сферы мужского здоровья. Гормональный баланс, энергию, эректильную дисфункцию, репродуктивную возможность организма, повышает стрессоустойчивость и повышает уровень работоспособности и жизненной активности каждого мужчины, кто принимает прост-программ. В пубертатном периоде это прекрасная помощь для того, чтобы справиться с юношескими акне, чтобы включились нормально половые железы и выработка половых гормонов. В зрелом возрасте служит для профилактики и работает в составе комплексной терапии практически всех заболеваний, которые я уже раньше перечислял. Это простатит, аденомопростаты, усиление либидо, повышается эректильная функция организма мужчины. Побочных эффектов не вызывает. И сколько мы все это проверили клинически и доказано клинически, можно принимать длительное время от 2-3 месяцев до 6 месяцев без каких-либо побочных действий. Не содержит лактозу, можно принимать людям, которые не переносят лактозу, не содержит никаких химических добавок. При эректильной дисфункции согласно общей нервовой статистике с этой проблемой это раннее семейство извержения, сложности с эрекцией, низкое либидо, нарушение процесса мочеиспускания, а также другие расстройства могут развиваться вплоть до импотенции. И не менее 10% мужчин зрелого возраста с этой проблемой сталкиваются. Детородный возраст мы считаем и зрелый возраст это от 20 лет и старше. Еще больше неутешительная статистика среди пациентов пенсионного возраста около трети всех мужчин старше 60 лет имеют проблемы в половой сфере. Кроме того, эта патология имеет тенденцию к росту и так за последнюю четверть века импотенция диагностируется на 7% чаще, чем это было 25 лет назад. На мужское здоровье оказывает прямое влияние множество самых разных причин. Условия труда, работа на вредном производстве, химические летучие вещества, неврозы, депрессии, наличие хронических заболеваний, несбалансированное питание, дефицит определенных нутриентов, вредные привычки, перенесенные травмы промежности, синдром хронической усталости, прием лекарственных препаратов. Эректильная дисфункция заключается не столько в медикаментозном лечении, если мы думаем о профилактике или о лечении, но в соблюдении очень важных правил. Первое, рациональный режим активности и отдыха, полноценный сон, о котором мы уже говорили, дозированные физические нагрузки, правильное сбалансированное питание, отказ от употребления алкоголя, курения, отказ от жирной и пережаренной пищи, копченый, отказ от кофеина или ограничение до минимума, регулярные прогулки на свежем воздухе, своевременное снятие психоэмоционального напряжения без вреда к здоровью, ну это спорт, йога, медитация, дыхательные упражнения и также имеет место быть регулярной интимной жизни. Для профилактики эректильной дисфункции и повышения потенции можно рекомендовать следующую нашу продукцию, которая у меня изложена в этой книжке по мужскому здоровью. И хочу вам сказать, что это мои авторские программы и в этой книжке есть уже конкретные рекомендации по питанию и по приему нашей продукции для того, чтобы профилактировать очень многие заболевания. Или используя нашу продукцию, восстанавливать здоровье мужчине, если у него уже эти проблемы случились. Дим прост программ, нейростабилу, новомигин, формула мужчины, гипотон-2, первый этап обычно при профилактике эректильной дисфункции повышение потенции 30 дней. Но вторым этапом, который будет рассчитан на 2 месяца также Дим прост программ, нейрокомфорт, нейростабил, новомигин, формула мужчины. По мужскому бесплодию хотел бы привести очень неприятные цифры. На середину прошлого года, 2019 года, бесплодие в России достигло уровня национальной безопасности, как об этом говорят врачи-андрологи, ученые, физиологи, и составляет 17% мужского населения. в тех семьях, где долгое время не происходит зачатия в браке, когда семья не предохраняется, планируют беременность, но у них это не получается, 53% при пустотистике это проблемы женского организма, но практически столько же, то есть половина проблем это мужское бесплодие. 47% случаев это здесь проблемы мужского плана. Согласно статистике, по данным в России бесплодным признаны 4 миллиона мужчин. С 2015 года очень нехорошая тенденция, ежегодно эта цифра увеличивается на 250 тысяч человек. Причина кроется в возрастающих факторах негативного воздействия, которые со временем угнетают сперматогенез, то есть выработку и созревание половых мужских клеток. Вызывается стойкое снижение выработки основного мужского гормона тестостерон. Именно это чаще всего проявляется в виде астенной зооспермии, тераты зооспермии или в полной блокаде выработки вообще спермиев, что в конечном итоге является основной причиной мужского бесплодия, даже при сохраненной, обратите внимание, нормальной потенции. То есть в половом отношении мужчина может быть половой гигант, как мы сейчас шутим иногда говорим, а когда проверяют спермограмму, от которой мужчины частенько отказываются и не смотрят, не следят за этим показателем, там половых клеток может быть вообще 1-2% от общего числа. Мужское бесплодие может проявляться по-разному, и когда проводят спермограмму, то врач-лаборант описывает подвижность половых клеток, деформацию половых клеток или отсутствие половых клеток. Восстановление спермогенеза при мужском бесплодии мы разработали со специалистами и с урологами очень надежную эффективную программу в течение двух месяцев, после которой нужно обязательно проверить контрольно пересдать спермограмму и в 90% случаев нам удается помочь мужчинам. И здесь опять же в первом этапе один месяц Димпрост программ, форму мужчины в сочетании с Димпрост, РЕН-ЦЕПТ, УНКОРИН, во втором этапе еще один месяц комплекс ферментов, биокаскад, дискавери сила, фиторен, Димпрост программ. Хронический простатит это наиболее часто встречающиеся урологические заболевания среди мужчин до 50-летнего возраста. Официальная статистика свидетельствует о том, что простатит есть уже в этом возрасте от 30 до 50 лет, от 30 до 65% мужчин имеется уже хронический простатит. и если мы будем брать во внимание неофициальные цифры, они выше как минимум в полтора раза. Около 98% запущенных случаев воспаления предстательной железы заканчиваются очень тяжелыми осложнениями. Острый период воспаления простаты может протекать или малосимптомно, или безвыраженной клинической картины, а зачастую приобретает хроническое течение и иногда бывает вообще бессимптомно проходит. Воспалительный процесс, как правило, сочетается с уритритом, периархитом, воспалением уретры или яичек. Но что мы отмечаем, какие симптомы простатит, на которые сразу следует обращать внимание. Жжение в области малого таза, периодически возникающие жжение. Боль ниже спины в области крестца, рези при мочеиспускании. Иногда в утренние часы или ночью мужчина начинает просыпаться с позованием в туалет, он пытается опорожнить мочевой пузырь, но полного опорожнения не происходит. То есть струя становится вялой и мужчина не чувствует облегчения после того, как помочился. Такие симптомы должны насторожить и надо как можно быстрее обращаться к врачам, урологам, андрологам, для того, чтобы разобраться, уточнить этот вопрос в отношении мужского здоровья. Здоровительная программа при простатите, которую я рекомендую пациентам с подобными проблемами. Димпрост программ, цитразин по таблетке три раза в день, персифен, ренцепт. Через месяц мы на фоне Димпрост программ, который продолжается еще прием два месяца, мы подключаем формулу мужчина, мы подключаем фиторен и подключаем новомигин. Второй этап должен быть не менее двух месяцев. Доброкладчественная гиперплазия предстательной железы, ДГПЖ. Этот диагноз появился недавно, это порядка наверное десяти лет урологи стали выставлять такой диагноз, потому что раньше это звучал хронический простатит или дебют аденома предстательной железы. На сегодняшний день доброкачественная гиперплазия предстательной железы это длительное воспаление простаты при хроническом течении, как правило, вызывает отек и формирует доброкачественную гиперплазию, то есть увеличение в размерах предстательной железы. А это в свою очередь сдавливает мочеточник, провоцирует частые позывы к мочеиспусканию, причем как в дневное, так и в ночное время. И у некоторых мужчин на этом фоне при таких изменениях простаты появляется ведущий симптом, они каждый час ночью просыпаются для того, чтобы сходить в туалет и хотя бы частично опорожнить мочевой пузырь. Очень хорошо показала себя авторская программа Димпростпрограмм, цитразин, ункарин, ренцеп, первый этап один месяц, причем это комплексный прием данной продукции. второй этап он уже будет идти два месяца 60 дней формулы мужчины Димпростпрограмм, персифен и комплекс ферментов биокаскад. Более опасной и серьезной проблемой для мужчин старшего возраста является одновременно предстательной железы. Судя по статистике, мужчинам избежать эту проблему практически невозможно на самом деле. порядка 70% лиц старше 60 лет от него возраста и практически 90% мужчин старше 80 лет имеют аденомо предстательной железы. Аденомо предстательной железы это доброкачественное образование, оно происходит локально или даже вызывается полное перерождение простаты с возможным даже озлокачествлением, то есть перерождением в рак простаты в будущем. По статистике на первом месте по количеству смертельных исходов у мужчин старше 60-летнего возраста это рак предстательной железы. И это нельзя сбрасывать со счетов и не обращать на это внимания. Надо знать об этом. Признаки симптомов возникновения аденома очень схожи с симптомами простатита, только они будут выражены более ярко. При аденоме развивается стойкая компрессия основного мочеточника и самого мочевого пузыря. Это вызывает частые позывы на мочеиспускание, но полного опорожнения не происходит. Это ведет к хронической, а иногда и острой задержке мочи, когда приходится делать прокол и выпускать мочу уже с помощью специального устройства, катетера или металлического устройства. Если этого не сделать, то это сопровождается сильными болями и даже есть угроза разрыва мочевого пузыря. В начальной стадии аденома может быть излечимо, но большинство мужчин идут в больницу довольно поздно и тогда уже трудно помочь в этой ситуации. предлагается лечение современной медицины только одно. Это оперативное лечение, делать операцию. Я стараюсь комментировать свои выступления и заявления картинками. И вот есть картина по адоминоми простаты, где мы можем увидеть и нормальные размеры пристательной железы, как она сочетается и где анатомически расположена под мочевым пузырем. И в тех случаях, когда развивается аденома или гиперплазия пристательной железы или простаты, простатит, когда идет отек, размеры пристательной железы увеличиваются и происходит сдавление мочевого пузыря и мочеточника. Это очень хорошо видно на таких картинках. Аденома пристательной железы, оздоровительной программы, которую я предлагаю в этих случаях, это проведение двух этапов. Первый этап 30 дней, второй 60. И везде присутствует обязательно один прост-программ. Здесь нужен цитразин, комплекс ферментов, биокаскад, ункарин, напиток гранде и чага. во втором этапе необходимо подключить ранцепт. Поэтому пожалуйста, очень важно внимательно реагировать на все жалобы, беспокойства пациентов. И если данная проблема существует, ее нужно решать своевременно и не нужно сразу бегом бежать хвататься за лекарственные препараты или решать вопрос насчет оперативного лечения. Мне очень часто задают вопросы как мужчины, так и женщины, но данный вопрос чаще задают именно мужчины. А как нам относиться к интимной жизни и к сексу? Потому что некоторые люди в супружестве, когда есть спутник надежный в жизни, они начинают относиться очень часто к интимной жизни настолько обыденно, что как зубы почистить ежедневные встречи. Можно по-разному относиться к интимной жизни, но в отличие от животных, человек как высшее существо имеет возможность пользоваться интимной жизнью даже несколько раз в день. И это должен вам сказать не случайно. Ученые физиологи убедительно доказали, что секс является очень мощным фактором собственного оздоровления и играет большую роль в жизни человека. Причем включаются процессы саморегуляции, если человек не отказывается от секса. Если исключить из обсуждения различные половые извращения или половую распущенность, можно привести большое число позитивных положительных моментов, которые четко подтверждают важность и необходимость этой стороны жизни взрослого человека с медицинской точки зрения. Интимный контакт всегда сопровождается хорошей двигательной активностью. Это своего рода гимнастика для мышц всего тела, что позволяет нашим мышцам сохранять жизненный тонус. Имеет место пусть и нежный мягкий массаж всего тела и внутренних органов. Ускоряется процесс расходов калорий, избавления от запасов жира, регулярно вырабатывается и поступает в кровь эндогенные эндорфины, гормоны счастья, удовольствия, дофамин, серотонин, а значит нет места депрессии и психическим прочим нервным заболеваниям. Повышается уровень выработки собственных интерферонов, поэтому укрепляется иммунитет. И это является лучшей профилактикой, лучше подчеркиваю, любых инфекционных заболеваний, чем лечить, лучше иметь хороший достаточный иммунитет. Защита от вирусов, бактерий, грибков. Благодаря высокой гормональной активности возникает эффект продления молодости, который наглядно сказывается на состояние кожи, волос, ногтей и так далее. Регулярный секс надежно защищается от сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждает развитие атеросклероза. Американские ученые доказали в больших исследованиях, научных исследованиях, что три интимных контакта в неделю на 50% уменьшает риск инфарктов и инсультов, то есть сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, здесь много позитивного, то, что показали исследования английских врачей, немецких врачей о том, что задержка или развитие или профилактика атеросклероза это тоже регулярная интимная жизнь влияет на это. Эффективнее идет процесс кровообращения, что способствует активному приливу крови ко всем тканям и органам, а это в свою очередь обеспечит полноценное их функционирование. Секс у людей старшего возраста, старше 60 лет, во много крат снижает риск старческой деменции, слабоумия, стимулирует рост нервных клеток, нейронов мозга, значительно улучшает память, концентрацию внимания, снимает спазмы сосудов, что обеспечивает снабжение мозга притоком свежего кислорода и питательных веществ. Я привожу рекомендуемые специалистами чистоту интимных встреч в завершение нашего разговора. В возрасте 20-25 лет 4 раза в неделю, 25-30 лет по возрасту не реже 3 раз в неделю, 30-40 лет не реже 2 раз в неделю, 40-50 лет не реже 1 раза в неделю. В возрасте старше 50 лет желательно не реже 1 раза в 2 недели. Если люди старше 60 лет не реже 1 раза в месяц. Не надо отказываться от интимной жизни. Это очень важный фактор собственной саморегуляции. Я на этом хочу завершить нашу встречу. Большое спасибо за внимание. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые возникли в ходе нашего изложения материала. Пользуйтесь рекомендациями нашей компании по укреплению мужского здоровья. Я советую завести такую книжку. В ней очень много ценной информации и изложены все оздоровительные программы, которые мы сегодня обсуждали. Большое спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...